Рекс Стаут. Прочитавшему смерть. Читает Павел Конышев. Глава первая. В тот зябкий январский вторник случилось нечто из ряда вон выходящее. Инспектор Крэмер, не договорившись о встрече, нагрянул около полудня в старый из бурого песчаника особняк Нира Вульфа на западной 35-й улице. И, пройдя вслед за мной в кабинет, обменялся приветствиями с Вульфом, уселся в красное кожаное кресло и без обиняков выпалил. Я заскочил попросить о маленьком одолжении. Самое поразительное, что он сам это признал. Я исторг сдавленный стон и едва не свалился со стула. Крэмер ожег меня пронизывающим взглядом и спросил, не заболел ли я. Нет, сэр, учтиво ответил я. Я здоров, как бык. Но вы только что ошарашили меня. Вы столько раз, приходя за одолжением, пытались взять его силой или выколотить, что теперь я просто потрясен. Ну да ладно. Великодушно отмахнулся я. Кто старое помянет? Лицо инспектора и без того красное побагровело еще больше. Широкие плечи напряглись, а серо-голубые глаза прищурились, отчего резче обозначились разбегавшиеся паутинкой морщинки. Но, видно, решив, что я валяю дурака, он сдержался. Знаете, кого бы я не прочь порасспросить на ваш счет? Поинтересовался он. Дарвина! Чем вы занимались, пока обезьяна превращалась в человека? — Хватит ссориться! — пробормотал из-за своего стола Вульф. В его голосе угадывалось раздражение. Вульф готов был спокойно созерцать, как мы с Крэмером вцепимся друг к другу в физиономии, но совершенно не выносил, когда его отрывали от разгадывания кроссворда в лондонской «Таймс». — О каком одолжении, сэр? — нахмурившись, спросил он. — Сущий пустяк! — Крэмер мигом успокоился. — Кое-что в связи с одним убийством. Неделю назад из Ист-Ривер возле девяностой улицы выловили труп утопленника. — Его звали... — Леонард Дайкс. Бесцеремонно перебил инспектора Вульф, пытаясь побыстрее покончить с этим делом, чтобы успеть разгадать кроссворд до ланча. — Доверенный делопроизводитель в юридической конторе. Лет сорока, пробыл в воде около двух дней. Имеются признаки сильного удара по голове, но смерть наступила от попадания воды в легкие. До вчерашнего вечера обвинения еще никому не предъявили. — Я читаю все новости об убийствах. — Еще бы! — по привычке буркнул Крэмер. Но тут же спохватился, что поступил нетактично, и поспешил исправиться, широко улыбнувшись. Он умел улыбаться, когда хотел. — Мало того, что преступник не найден, нам даже уцепиться не за что. Мы сделали все, как положено, сами знаете, и зашли в тупик. Жил он один в крохотной квартирке в доме без лифта на Салливан-стрит. Квартиру успели обыскать до нас. Не перевернули все вверх дном, но прочесали как следует. Ничего важного мы не нашли, но вот одна вещица, возможно, могла бы помочь. Сумей мы разгадать ее смысл. Он выудил из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги, выбрал из них конверт и достал из него сложенный пополам листок. — Мы нашли его в книге, в романе. Могу сказать, как называется роман и между какими страницами был заложен листок. Но вряд ли это важно. Кремер встал и передал листок Вульфу. — Взгляните! Вульф пробежал листок глазами, а поскольку мне полагалось быть в курсе всех дел, чтобы Вульф в случае чего мог свалить вину на меня, я поднялся и протянул руку. Он отдал листок мне. — Почерк Дайкса! — добавил Кремер. — Листок вырван из блокнота, найденного на письменном столе. Такие же блокноты лежат в ящике стола. Я кинул взгляд на листок. Обычная белая бумага, 6 дюймов на 9, наверху аккуратным почти прямым почерком написано и подчеркнуто слово «Варианты». Далее следовал список имен. Синклер Митт, Синклер Сэмпсон, Барри Боуэн, Дэвид Йоркс, Эрнест Винсон, Дориан Вик, Бэйрд Арчер, Оскар Шиф, Оскар Коудли, Лоренс Макью, Марк Макью, Марк Флик, Макфлик, Луи Гилл, Льюис Гилл. Я вернул листок Крэмеру и уселся на свой стул. — Ну и что? — нетерпеливо спросил Вульф. — Мне было по пути, и я решил, соскочу к вам и покажу его. Крэмер сложил листок и спрятал его в конверт. — Не то, чтобы я очень рассчитывал на вашу помощь. Возможно, перечень имен не имеет к убийству никакого отношения. Но что-то задело меня заживое, и я решил заглянуть, спросить ваше мнение. Дайкс написал пятнадцать имен, но ни одно из них не числится в нью-йоркских телефонных справочниках или каких-либо иных, нигде не зарегистрирован человек под таким именем. Никто из друзей или коллег Дайкса, по их словам, не слышал о людях с такими именами. Я имею в виду имена вместе с фамилиями, как в списке. Конечно, по всей стране мы их не искали, но Дайкс был урожденным и потомственным нью-йоркцем, и, насколько нам известно, здесь и жил. — Где он откопал эти имена, черт побери? — Он их выдумал, — буркнул Вульф. — Выбирал псевдоним для себя или кого-то еще. — Об этом мы, естественно, подумали. Но сколько ни искали, нигде ничего подобного не встретили. — Продолжайте искать, если надеетесь, что овчинка выделки стоит. — Да, конечно. Но мы всего лишь простые смертные, и я прикинул. Дай-ка покажу список гению и посмотрю, что из этого выйдет. Гении ведь непредсказуемы. — Очень жаль, — пожал плечами Вульф. — Ничего не вышло. — Что ж, прошу прощения. Крымер встал. Он явно был раздосадован, но его нельзя было в этом винить. — Что отнял у вас столько времени, да еще и за даром? — Не беспокойтесь, Гудвин, я найду дверь сам. Он повернулся и вышел из кабинета. Вульф склонился над кроссвордом, нахмурил брови и взял со стола карандаш. Вульф склонился над кроссвордом, нахмурил брови и взял со стола карандаш.